МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители частного сектора выступают против своих соседей. Из-за незаконно построенных многоквартирных домов возникают перебои с водой, светом и подачей газа. Недовольные требуют сноса. Вегетарианские рестораны, кафе и даже магазины в Новосибирске убежденных противников животного белка все больше. В день отказа от мяса вегетарианцы напоминают о пользе растительной пищи. Новая спортивная игра появилась в городе. Люди в пластиковых скафандрах в форме шара играют в футбол и даже боулинг. Такой костюм и защищает, и оберегает спортсмена. О самом важном и интересном расскажут новосибирские новости. Здравствуйте. Жители частного сектора в Кировском районе сегодня вышли на общественный сход. Люди устали от соседства с незаконно построенными многоквартирными домами. Новосибирские новости уже рассказывали о подобных зданиях, которые предприимчивые собственники участков строят по всему городу. Проблема в том, что дома возводят на земле, принадлежащей для индивидуальной застройки, а коммуникации частного сектора потом не выдерживают возросшей нагрузки. Павел Теунов подробнее. Перебои с напряжением в домах по улице Прокопьевской – обычное дело. А вечерами еще и уменьшается напор холодной воды в кране. Коммунальные неудобства жители частного сектора связывают с многоквартирным домом, который по соседству построил Ашот Манукян. Предприниматель долго не признавал, что возвел трехэтажный особняк для продажи в нем отдельных квартир. Он всем говорит, у меня одноквартирный дом, у меня большая семья, у меня очень много родственников, они ко мне приезжают. Это поначалу он так говорил. Потом начал юлить всякие, менять свои показания и так далее. То есть на каждом суде у него постоянно появляются какие-то новые. То он запросит экспертизу новую, то еще что-то. В 2012 году Кировский районный суд вынес представление об остановке строительства, но бизнесмен его проигнорировал. Дешевые квартиры здесь купили несколько семей. Теперь по решению суда дом снесут. Заложниками ситуации в первую очередь стали жильцы многоквартирного дома. Многих из них местные жители предупреждали о нарушениях закона еще на стадии строительства. Однако ощутимых результатов это не принесло. И теперь собственники готовы грудью отстаивать свое имущество. И прекратили вообще какое-либо общение с соседями по улице. Между тем отсутствие элементарной инфраструктуры заставляет жильцов нелегальной трехэтажки отапливать дом кустарным угольным котлом и выбрасывать мусор прямо под ноги прохожим. У них тоже нет места для мусора. Они иногда его жгут, иногда перебрасывают через забор, опять же перебрасывают на наш участок. Это не первый случай, когда на участке для индивидуальной застройки возводят многоквартирные дома. Так предприниматели уходят от налогов и экономят на получении разрешений для масштабного строительства. Подобные ситуации сейчас культивируются на территории города Новосибирска. Все они по большому счету сейчас или уже имеют решение суда, либо оно ожидается. То есть идет судебное рассмотрение. Предотвратить появление подобных построек должны изменения в законодательстве. А пока специалисты ведут разъяснительную работу с риэлторами, которые продают недвижимость в сомнительных многоэтажках. Павел Теунов, Максим Федосеев, Новосибирские новости. Варианты планировки нового сквера за театром оперы и балета сегодня показали журналистам и участникам Общественного совета по озеленению. Трамвайное кольцо с этого места точно перенесут в район автовокзала. Кроме того, сквер с центральным парком свяжет небольшой бульвар. О том, где еще появятся новые скверы и парки, расскажет Вячеслав Горчаков. Вот мы пересекаем с вами этот сквер, видим, что он сильно постарел. Деревья больные в основном. Прогнившие клёны, неухоженные тропы, трамвайные рельсы – и все это по соседству с легендарным Сибирским театром. Общественник и ученый Вячеслав Тараканов уверен, этот сквер достоин лучшей участи, чем быть отхожим местом для собак. Честно говоря, особой такой эстетической ценности и в смысле архитектурной он, мне кажется, не представляет. Это центр города. Я думаю, здесь замечательное насаждение можно создать и решить эту задачу. Готового проекта для этой территории пока нет. Есть только эскизы. И, судя по ним, трамвайное кольцо отсюда перенесут в сторону улицы Восход и Зыряновской. Там, где сейчас ездят машины, будут ходить люди. Планируется, что широкая пешеходная дорожка растянется вдоль всего сквера и даже достигнет центрального парка. В таком случае автомобилям, которые движутся от площади Ленина по Орженикидзе, придется объезжать оперный театр по улице Каменской. Движения на этом участке могут сделать двусторонним. Этот вариант реконструкции сквера сегодня показали общественникам и главе города. Одна из идей – разместить под будущим сквером подземную парковку. Но вот проблема – смогут ли над ней расти деревья? Сегодня в техническом задании, думаю, надо это еще раз указать. Пусть специалисты, ученые, озеленители посмотрят. Если деревья там будут расти, то, конечно, парковку там надо делать. Окончательный проект будет готов в апреле. К осени его представят на суд горожан. Всего в Новосибирске в этом году начнут реконструировать или создавать с нуля более 30 зеленых зон в разных районах. А в Троицком сквере установят фонтан. Места для скверов определяли вместе с недавно созданным общественным советом по вопросам озеленения. Думаю, мы выработаем действенные механизмы по актуальным темам, которые сегодня у всех на слуху. Потому что это и противоречие между экологическими организациями, защитными организациями, бизнесом, когда заходят на какие-то там зеленые территории. Это решение больших вопросов по большим паркам действительно не хватает. Не хватает пока. По предложению общественников, в Новосибирске выбрали три участка под большие парки до 20 гектаров на улицах Волховской, Лежена и Кедровой. Вячеслав Горчаков, Алексей Андробаев. Новосибирские новости. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский представил сегодня министром регионального правительства, депутатом, главом районов Новосибирской области, нового руководителя региона Владимира Городецкого. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области в своем ответном слове призвал коллег к консолидации и озвучил приоритеты в своей работе. Во-первых, Владимир Городецкий считает важным разобраться с дефицитом бюджета. Во-вторых, организовать посевную в районах области. И третья ключевая задача – завершение отопительного сезона и начало подготовки к следующему. После представления исполняющий обязанности губернатора обратился к жителям города и области. Уважаемые новосибирцы, 18 марта президент назначил меня на должность временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области. Я приложу все свои силы, знания и опыт, чтобы оправдать это высокое доверие. Надеюсь, что в своей новой должности я могу рассчитывать на инициативу активность горожан, жителей Новосибирска, с которым меня связывают многие годы совместной работы. Я рассчитываю на понимание и добрый совет и содействие со стороны жителей малых городов и сел. В своей работе я буду учитывать потенциал, интересы и перспективы как большого города Новосибирска, так и сельских территорий, малых городов, области. Думаю, вы представляете стремление деструктивных сил воспользоваться моментом и увести гражданский диалог в период предстоящих выборов, русла демагогии, домыслов и провокаций. Обращаюсь к вам с полным пониманием своей колоссальной ответственности за будущее Новосибирской области, с пониманием степени и вашей причастности к ее судьбе. Нам всего лишь нужно проявить максимальную гражданскую выдержку. Нам всего лишь нужно, независимо от места проживания, профессии, должности, независимо от политических воззрений, всем вместе работать и дальше во благо нашей большой Новосибирской области. Дорогие земляки, я знаю, вы люди талантливые, трудолюбивые, честные, патриоты своей малой родины, граждане большой и сильной России. Продолжаем выпуск. Сегодня международный день отказа от мяса. Хотя некоторые добровольно не употребляют его уже третью неделю, ведь идет великий пост. У вегетарианцев своя вера в пользу исключительно растительных продуктов. В Новосибирске приверженцев этого все больше. Даже вегетарианская инфраструктура появляется. Рестораны, кафе, специализированные магазины. Мария Черешнева узнала, чем заменить животный белок и почему на полках вегетарианских магазинов можно найти сервелат. Игорь Зимаев не ест мясо уже 14 лет и все это время объясняет знакомым, ничего ненормального в этом нет. Любой, кто как-то отказался от употребления мяса, он постоянно сталкивается с непониманием со стороны окружающих людей и очень часто со стороны своих близких, особенно старшего поколения. Такова культура вегетарианства, которая у нас еще только зарождается. Но последователей вегетарианства становится все больше. Стали открываться специализированные кафе, в вегетарианском магазине наладили работу отдела кулинарии и подумывают о доставке еды по городу. Весьма неожиданно в вегетарианском магазине смотрится холодильник почти сверху донизу забитой колбасой, сосисками, замороженными фрикадельками. Вот, пожалуйста, полукопченая, салями, сервелат, сыром. Эта колбаса выглядит точно так же, как в любом другом магазине. Правда, мясо в ней не грамма, более того, состоит она не из сои, как многие могли бы подумать. Основной компонент здесь – пшеничный белок. Раньше колбасы из пшеницы покупали лишь идейные вегетарианцы, теперь к ним присоединились те, кто соблюдает пост. Спрос вырос ровно вдвое. Тем, кто зашел из любопытства, дают продегустировать соевое мясо и рассказывают, чем оно лучше, скажем, прожаренного говяжьего стейка. Белок – это цепь аминокислот. Аминокислоты не могут быть животные, не могут быть растительные, они просто есть, это химия. И сочетая различные продукты, например, злаковые с бобовыми, мы можем получить весь набор необходимых аминокислот, то есть весь полноценный белок. Достойной альтернативой мясу считают бобовые, орехи, грибы и сыр – это главные ингредиенты в меню ресторана здорового питания. Шеф-повар рассказывает, мясо людям нравится не потому, что в нем важные белки, а из-за вкуса. А рецепторы легко обмануть. Стейк из творога-тофу или из адыгейского сыра. Готовится соусом терияки, с грибами, с орехами. Подается на жирном тосте, на хлебе, зеленью, салат. И на самом деле ешь и пробуешь. Такое ощущение, что такой запах немного, знаете, такого чуть-чуть мясного даже получается. Уже этой весной в меню ресторана появится рыба, но мясо здесь в ближайшее время готовить не будут. Не только из идейных соображений. Повара рассказывают, купить действительно качественное мясо сегодня очень трудно. Родительских собраний в школах больше не будет. По крайней мере, в прежней форме. Педагоги со всех районов города вместе с родителями ищут новый способ общения. Первое заседание городского родительского клуба состоялось сегодня в Доме учителя. В результате дискуссии педагоги и родители предложили способы наладить диалог. А он необходим. Ведь обновленный закон об образовании, вступивший в силу в сентябре, фактически обязал родителей участвовать в обучении своих детей и вообще в жизни школы. И все же главенствующая роль остается за преподавателями. Именно им решать, в какой форме проводить родительские собрания. Дискуссии, круглые столы, диспуты, возможно, деловые игры, возможно, тренинговые занятия. Делается попытка подготовить педагогов на курсах повышения квалификации, вот именно к новым формам взаимодействия с родителями. Тем временем новосибирские вузы вступают в борьбу за абитуриентов. Почти 20 тысяч выпускников школ летом попробуют стать студентами. Причем бюджетные места в этом году достанутся только половине из них. На особых условиях принимать будут льготников – это дети-сироты, школьники из семей полицейских и пожарных, дети малообеспеченных. Для них зарезервировали 10% бюджетных мест в вузах. Кроме этого, для них же организуют бесплатные подготовительные курсы. Выпускникам школ для сдачи ЕГЭ будут давать 4 попытки, и его результаты будут действовать 4 года. Что же касается популярных специальностей, то здесь традиционно лидируют гуманитарные. Наверняка будут в меньшей степени пользоваться спросом металлургические, машиностроительные, самолетостроительные направления. Это все определяется уровнем развития экономики в стране, и в частности в Новосибирске. Новая разновидность футбола набирает популярность в Новосибирске. Игра под названием «Бампербол» будто позаимствована из развлекательного шоу. Во всяком случае, с трибун баталии на поле выглядят очень смешно. Ведь игроки играют мячами, будучи одетыми в такие полиэтиленовые шары. Правил минимум – уложил противника на поле, получил шанс на победу. Ольга Маховская не удержалась и тоже залезла в шар. Сборная по мини-футболу разогревается в своем привычном режиме. Мяч за мячом летит в ворота. Но в «Бамперболе» предупреждают спортсменов все иначе. И костюмы пообъемнее, и правила другие. Раз, два, три. Теперь главное – толкаться, кувыркаться, стоять на голове. Все средства хороши, чтобы сбить соперника с ног. В такой спортивной форме мяч даже разглядеть у себя под ногами сложно, а уж забить его в ворота кажется практически нереально. Тяжело дышать в нем, в нем душно очень. И вот я немного пробежался и уже весь пропасел. По сути, это такой надувной рюкзак. Только вот с виду он такой невесомый и легкий. На самом деле вещь достаточно тяжелая. Весит он 12 килограммов. Зато в нем не страшны никакие противники. Ни в футболе, ни в борьбе. Падать в нем действительно абсолютно не больно. В этих шарах на поле все равны. И спортсмены, и школьники. Тут больше игра в толпучки, чем в футбол. Поначалу было трудно, а потом уже привыкли. У вас какая-то слабая практика есть? Да. Главное – всем снесли, одному лобить. Бывалые футболисты чувствуют себя в зорби словно космонавты в невесомости. Зато шар приносит немало веселья в футбольный матч. Смеяться над своими здесь порядки вещей. Забитый гол или очередной кульбит на поле ценятся одинаково. Бей, 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 бей! Давай! Тем не менее, организаторы бомб-турниров уже думают, как превратить такой футбол из развлекательного шоу в олимпийский вид спорта. Вот как раньше, допустим. Никто не знал, что такое керлинг. Сейчас он уже олимпийский вид спорта. Почему бы и не попробовать бомберболом с этим делать? Футбол, гимнастика, борьба и даже боулинг. Энтузиасты успешно пробовали модернизировать с помощью пластикового шара разные виды спорта. Недоступная пока остается, пожалуй, лишь баскетбольная сетка. Ольга Маховская, Данил Смирнов. Новосибирские новости. Следите за последними событиями. Вам поможет частота 101.4 FM. На ней вещает радио «Городская волна». Много интересной информации и на сайте новосибирских новостей. Здесь, в частности, можно прочесть первую статью из цикла, посвященного легендарным ночным клубам города. На этом наш выпуск завершен. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин